Друзья, здравствуйте! Возникают опять вопросы, споры, скажем так, и разногласия по поводу сжатого кулака, нежатого, когда сжимать, как фиксировать. Вот хочу сейчас маленький нюанс об этом вам так рассказать, но прежде хочу пригласить вас на сборы с 1 по 10, 11 мая прекрасное Черное море в Абхазии, Питсунда. Великолепный санаторий, великолепный там лес, хвойный, закрыта своя территория, шикарные апартаменты деревянные, ссылки все под описанием внизу. Ребенок с родителем, папа с сыном, это шикарнейшее время препровождения майских праздников, поэтому приглашаю, будет весело, скажем так, и ярко выраженно, содержательно. Так что до встречи, по ссылочке переходим, приглашаю. Вот, и теперь по поводу еще раз кулака. Ребят, кулак сжимается, еще раз предлагаю, кулак сжимается, пальцы сжимаются, да, перед действием удара. Но если вы просто сжимаете пальцы, это фиксируется не кисть, это фиксируется ладонь. Фиксация кисти, вот, вот этого сустава, происходит предплечьем, мышцами предплечья. И сжимаем. И по факту, вот нас учили тоже сжимать, типа, в конце удара. Но еще раз говорю, когда вы берете камень, вы миллион раз это делали, ну, не миллион раз, да, тяжелый камень берете, вы его не расслабленно держите. И затягивали камень, и чтобы туда подальше, вон в ту, ярко выраженную, цель попасть, вы его сжимаете. Он не два грамма весит, он весит 200, 300, 400 грамм граната. Ты его сжимаешь, то есть у тебя уже напряженное. И это не мешает твоему плечу быть расслабленным, потому что мышцы предплечья доходят до локтевого сустава. Сжимаем пальцы, напрягаем мышцы предплечья, и у вас появляется вот такая вот битка. Все. И тогда априори для мозга вот это положение, вот это состояние вашего сустава безопасно. И он тогда разрешит вам ударить со всей силы, всю массу туда вложить. Расслабленные пальцы, не сжатые кисти, забинтованы они, перчатки сверху. Мозг не обманете. Он не будет воспринимать эту тряпочку, эту ярко выраженную перчатку, как фиксация безопасного для вашего сустава. Если нет фиксации именно мышцами предплечья, с ухожилиями. Да хоть что, надеюсь. Надеюсь, понятно, вот что хотел сказать, да. А то так, важный момент, в моем понимании, конечно. Ну, кто-то продолжает сжимать кулак в конце удара, но удара нет конца. Это движение туда и обратно. А насколько я пробью этот мешок, я не знаю. А если я сжимаю кулак в конце удара, я останавливаю удар. Поэтому скорость удара, скорость полета кулака измеряется не в метрах в секунду, не километрах в час, не сантиметрах, наносекундах, а только в одном измерении, в сотых долях в секунду. Это движение кулака туда и обратно. Вот у меня в детстве было 0,15-0,17 сотых секунды. Ставился лазерный луч, средняя дистанция, и сколько твоя рука по времени прерывает этот лазерный луч. 0,15-0,17 сотых секунды. Значит, кулак это туда и обратно, через воздух. А вот это уплотнение, я не знаю, насколько я пробью его. Поэтому я бью через него, уже подготовленный ярко выраженным снарядом, сжатым напряженным кулаком. Ничего это мне не фиксирует плеть, а мне расслаблено. Мы говорим о сильном ударе. Нет, так легко поиграть, да бога ради, щелбаны поставлю. Но собрался бить сильно. Не дожал я кулак, вот рад был. Чуть-чуть не зафиксировал по привычке. Сломаете. А у меня такое было в детстве. Сжатый кинь. Так что вот так. Надеюсь, было немножко интересно. Пользуемся. До встречи. Всех ждем в Питсунде. Продолжение следует.